Синее здание в стиле ампир, лютеранская кирха на пересечении улиц Никитинская и Карла Маркса. Сегодня здесь произошло замечательное событие в культурной жизни Воронежа. После 75 лет молчания в церкви опять зазвучал орган. И что не менее удивительно и прекрасно, органистом в лютеранском храме выступил православный дьякон Дмитрий Ушаков, преподаватель Воронежской семинарии, член Союза композиторов России. У нас в области 19 конфессий. Большая часть из них входит в наш межнациональный совет. И надо вам сказать, что мы наладили какой-то рабочий, нормальный диалог. Ну вот, возьмите пример. Православный диакон в лютеранской церкви нас радует игрой на орган. Последний раз орган звучал здесь в 1938 году. После репрессий лютеранский приход ликвидировали, инструмент разобрали и куда-то увезли. Безвозвратно. Тот, который был, мы не найдем к концу, где он есть. Но тот, который пообещали нам, Бог даст, мы хотим это все восстановить. Вы знаете, все-таки, наверное, это визитная карточка лютерана, орган. Но не только лютеран. Я знаю, здесь соседи, которые живут вокруг храма, люди в Воронеже, очень многие, особенно пожилые, помнят об этом все. Они им передавали все это. Вы понимаете, как это предание действует и как это было здесь в первоначальном виде. И они, конечно, тоже просятся. Мы хоть православные, говорят, молимся, чтобы Бог вам вернул не только здание, но и в храме, чтобы играл орган. На долгожданное событие в жизни не только лютеранской общины, а ей принадлежали и столь, и растроповичи, собрались люди, исповедующие самые разные религии. Такого взаимопонимания и взаимоуважения представителей абсолютно разных конфессий нет в нашей стране больше нигде, кроме Воронежа. За пультом Дмитрий Ушаков. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах Я сегодня очень даже рад и счастлив, что именно за органом сидело православное священие, который органит. Для меня это было очень вдохновляюще, потому что часто как бы орган, он визитная карточка литеранской церкви, но чтобы православный, якон, который знает прекрасно орган и сыграл это, но вы сегодня видели это нечто. Вы видите, как все довольны. Орган не классический, электро. Сделан в Японии. Пока будет звучать здесь. Впоследствии, когда начнется реконструкция храма, для стационарного инструмента необходима серьезная реставрация. Орган переедет в село Рыбное Острогорского района, бывшее поселение Риббенсдорф. Там будет возрожден культурный центр лютеранства всей России. А пока фантастический бах радует гостей. Всех. И православных, и адвентистов, и лютеран. Наша страна, это настолько межконфессионально, межнационально и много-много. Поэтому, если мы не сохраним те культуры, традиции, которые были, есть, то что мы увидим дальше? Давайте смотреть реально, что происходит в мире и что может произойти в России. Поэтому я считаю, что наш регион в этом огромный вклад делает. И межнациональный, и межконфессиональный, и возрождение культуры. И то, что Орган здесь зазвучал сегодня впервые, я считаю, что это грандиозное событие. Спасибо.